Должна запечатлеть эти обои. Кто выбирает такие обои? Неужели они думают, что эти обои украсят чью-то жизнь? Есть такой термин у дизайнеров интерьеров – пестрец. Эти обои – это настоящий пестрец. Хочется, чтобы был красивый цвет, чтобы расширяло пространство, чтобы настроение улучшалось. А это что? Как будто грязью намазали. План Дианы – исправить ситуацию способом простым, но немного рискованным – покрасить обои. Маляв профессионал Поль Курилкин максимально тщательно укрыл плинтус и пол. И теперь придирчиво осматривает стены. Смотрите, вот такие вот пузырьки, и их простукиваете. И, соответственно, стыки. Это есть и места, которые у нас и вздуются. Ничего не вздуется. Смотрите, клей – у вас обратимый материал. Краску какую взяли? Вода диспрессионная, правильно? Ну, растворитель у нее что? Это вода. У нее сухой остаток 60%, 40% – это вода. Вот 400 грамм с литра у вас ляжет на стену. 400 грамм… Оля, не морочьте мне голову. Да, я понимаю. Вы мастер, надо все снять, все ровненько зашпаклевать. Месяца 2, 3, 4, 6, и мы сделаем ремонт в этой квартире за несколько миллионов рублей. Так хотите? У нас нет такой возможности. Мы сделаем здесь и сейчас. Да, будут швы. Ну и что? Герои там уже через неделю заедут сюда. Это вообще не имеет значения, какие там у тебя вот эти вот… Ты этого ничего не видишь. Главное – красивый цвет. Ну вот и краски к нам привезли. Слушай, скоро ухо закончится эта вся казенщина, и все окрасится в прекрасные цвета. Краска голландская, дорогая, очень укрывистая. На самом деле это очень важно, потому что мы же по обоям будем красить, и нельзя эти обои сильно размачивать. И чем как бы плотнее краска, тем будет лучше. Знаешь, вот когда делаешь выкрасы, надо их делать на отдельных таких панельках. И обязательно вот так вот прокрашивать до краешка. Когда у нас есть такой выкрас, мы можем его посмотреть на разных стенах в разных условиях освещения. Смотри, против света будет один эффект. Серый он тут будет. На освещенной стене там будет другой эффект. Здесь уже голубой. На потолке, смотри, видишь, какой темный стал. А когда ты делаешь выкрас на стене, то ты видишь его только в этих условиях освещения. Он может быть в этом углу совсем другим тебе покажется. А подожди, а у меня такой вопрос. А ведь освещение может измениться? Поэтому он тебе должен нравиться при любых условиях освещения. Это тоже очень важно. Очень важно еще какая текстура у краски. Сейчас пока мокрая, еще блестит. А вообще это супер матовая краска. Наше тут основание для краски будет хуже некуда. Если краска будет глянцевая, дефекты будут заметны еще сильнее. Вот поэтому выбираю матовую. Но есть такой нюанс. Понимаешь, чем краска более матовая, тем хуже она в уходе. Вот мне обещали, что вот эту матовую краску можно будет мыть мягкой химией. Кстати, о краске. Прежде чем наносить ее на обои, сами обои нужно подклеить в тех местах, где они явно отстают. Способ по краске мы выбрали механизированный. Он в пять раз быстрее ручного, валиком или кистью. Еще одно преимущество такого безвоздушного метода – краска наносится в один слой. Ах, какой цвет красивый! Прямо на глазах стена как будто отъезжает. Такой цвет дает эффект воздуха. С одного раза мы перекрыли рисунок обоев. Вся эта фактурка стены сохранилась. Я думаю, что будет другое освещение. Все будет выглядеть нормально. Мне кажется, все-таки вот эти вот нюансы, они уже никуда не делаются. Коль, ну ты смотришь вот на это все, когда пустая комната, тут еще будет очень много всего. Никто даже не вспомнит. Ровные тут стены, неровные. Не, ну там видно, конечно. Там очень видно, да. Угол у нас очень оттопыренным стал. Ну, а здесь будет шкаф. Шкаф всегда выручает. Шкаф всегда выручает. Здесь шкаф, там зеркало. И в целом это все будет, по крайней мере, намного лучше, чем было. Цвет ясного неба в этой комнате играет главную роль. Верхняя часть стен и потолок в оттенке бедро испуганной нимфы. Будущую детскую ради эксперимента решили покрасить с помощью валика. Не у всех же дома есть краскопульт. Получилось неплохо. Комнату поделили цветом на две неравные части, чтобы визуально скорректировать ее вытянутую форму. Наши люди не понимают, в чем критерии хорошего интерьера. Люди не решаются начинать ремонт, потому что это долго, дорого и нудно. И ничего не делают вообще, да? Годами, вот в коричневых этих обоях, в муниципальном ремонте. А ведь можно же за один день взять, покрасить все красивые цвета. И вот образ-то вообще изменился. Вообще изменился. Мне даже кажется, потолок здесь выше стал. Да, у меня углы, конечно, катастрофа. Это ужасно ужасно. Представляешь, вообще тут какие-то пузыри. Но здесь шторы же будут, здесь еще будет карниз. Ага, я картину только тебя увидела. А это просто практически девиз того, что мы сделали. Да. Не совершенно наш ремонт, но зато он есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...